Эвридей главный даун Фортнайта Эвридею есть что скрывать, иначе страйк бы он не кидал, он боится, что вся эта гнилая правда, связанная с его деятельностью, всплывет наружу. Да и само видео подтвердило все мои догадки, потому что менее чем за одни сутки видео набрало более 5000 просмотров, куча комментариев и куча лайков. Нашлось много людей, которые меня поддерживают, которые тоже считают, что Эвридей главный даун Фортнайта, ну а также нашлись его поклонники, которые жестко отстаивают своего Эвридея, даже вопреки всем моим пруфам того, что Эвридей реально додик и более того еще и обманщик. Я не буду хейтить аудиторию Эвридей, потому что мне реально жаль его подписчиков, они его так жестко отстаивают, они его реально любят и уважают, но при этом в свою очередь Эвридей в ответ просто пускает им какой-то говноконтент, который имеет ноль качества, делает какие-то дешевые кликбейты, батит на комментарии и лайки под своими роликами, более того, еще их и обманывает на подарки в Фортнайте. Вот честно, мне бы таких золотых подписчиков, когда меня жестко просто по фактам сливают, когда я реально являюсь додиком и скамером и меня до сих пор отстаивают, борются за меня как-то в комментариях, вот за это реально уважение. Хочу сказать, что Эвридей никогда не скрыт правду про свою деятельность, про его кликбейтные говновидео с нулевым качеством, где он даже дубли порезать нормально не может, потому что ему лень и все равно на своих подписчиков, про то, как он обманывает свою аудиторию на подарки в Фортнайте и про то, как он обманывает крупных спонсоров на большие деньги. Кто не в курсе, то в том предыдущем видео на канале я рассказал и профанул одну историю о том, как Эвридей кинул одно крупное КРМП сообщество на 25 тысяч рублей. То есть у него купили рекламу, заплатили деньги, но по итогу Эвридей не дал абсолютно никакой рекламы. Пиар-менеджер этого сообщества писал ему до самого мая этого года, по итогу получал лишь какие-то тупые отмазки или просто игнор. Кому интересно или кто еще не смотрел это видео, про которое я имею ввиду, то, ребят, специально для вас я залил его в нашу ВК-группу. Ссылочка в описании, там в закрепе вы можете найти этот ролик в полном формате, именно таким, каким его удалил Эвридей. Или если у вас нету ВКонтакте, я его также залил в свой Инстаграм, ссылочка в описании, в формате IGTV, полное видео также можете посмотреть. Именно на это видео Эвридей кинул страйк, именно на это видео Эвридей обиделся и так старательно пытается его скрыть. Но, ребят, я опять же говорю, это у него ни в коем случае не выйдет. На сам страйк на это видео я уже подал апелляцию, ее будут рассматривать, и так что я надеюсь, что в ближайшие две недели оно точно вернется на мой канал. Если оно не вернется, то я просто перезапишу то видео, извлекая все материалы, на которые пожаловался Эвридей. Опять же, нужно просто подождать, ну а до тех пор это видео будет висеть в моих других соцсетях, и вы также можете его посмотреть. И сейчас защитники Эвридея можете писать просто все, что угодно в комментариях, но ваш кумир сам все подтвердил, все факты, все тезисы, которые я упомянул в том видео. Если он его заблокировал, значит он не хочет, чтобы его кто-то смотрел, а если он не хочет, чтобы его кто-то смотрел, значит ему есть что скрывать. Я не буду заставлять Эвридея как-то меняться. Если он хочет дальше снимать свой говноконтент, кликбейтный, обманывать своих подписчиков, пусть делает это дальше. Я хочу, чтобы обычные зрители знали правду, чтобы перед тем, как заходить на канал Эвридея, они прекрасно понимали, что все видео на его канале это говнокликбейтный контент с нулевым качеством и с нулевым содержанием. Чтобы они прекрасно понимали, что все его розыгрыши на подарки в Фортнайте это просто скам и байт на комментарии с лайками, ну и другую активность на канале. И чтобы все спонсоры понимали, что Эвридей может вас кинуть на большие деньги и не шли к нему покупать рекламу. В общем, пока что, ребята, это у меня для вас все. Опять же, не забывайте чекать полное видео в моих других соцсетях, в нашей группе канала ВКонтакте, ну или в моем Инстаграме. Видео достаточно интересное, я рассказал там все по фактам, так что кто не смотрел, обязательно посмотрите. Также, если вы досмотрели этот ролик до этого момента, то обязательно пишите в комментариях хэштег Эвридейдаун. Так я пойму, что вы меня поддерживаете и так мы, может, как-нибудь справимся с этим недоразумением, которое на данный момент происходит на нашем Ютубе. Эвридей просто нагло позорит комьюнити Фортнайта. И по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.